Девушки отдыхают Обаятельный и мужественный, со слепительной улыбкой Виктор Тарасов был востребованным и талантливым артистом, но к славе относился спокойно и никогда не хвалился своими успехами. Вместе с тем Тарасов обладал неизгибаемым характером, он всегда отстаивал свою точку зрения и не заискивал перед сильными мира всего. Давайте же вспомним, как сложилась жизнь замечательного актера. Виктор Павлович Тарасов появился на свет в городе Барнауле 29 декабря 1934 года. Когда мальчику исполнилось 14 лет, семейство перебралось в Минск. Именно Белоруссия стала второй родиной актера, которого он не променял ни на Москву, ни на северную столицу. Виктор с детства отличался непоседливым и заводным характером. Став постарше, он связался с сомнительной компанией и чуть было не свернул на кривую дорожку. Однако, когда почти всех старших товарищей Тарасова поймали во время дела, он решил навсегда порвать с криминальным миром. К счастью, свой яркий темперамент Виктор смог проявить совсем в другой сфере. Окончив школу, он решил стать актером и успешно поступил в Белорусский театрально-художественный институт. После окончания вуза молодого талантливого актера сразу пригласили присоединиться к труппе Белорусского драматического театра имени Янки Купалы. Эта сцена стала для Тарасова родной на всю жизнь. Здесь он сыграл множество ярких ролей. Спектакль с участием артиста неизменно собирали аншлаги, а его имя стало известно далеко за пределами белорусской столицы. Дебют Виктора Тарасова в кино состоялся в 1960 году. Ему сразу же доверили серьезную роль в фильме «Первые испытания». Господин Земский, пан Скирман, спасибо ему. Сам манифест нам прочитал. Пусть он теперь наши земли вернет. Двенадцать лет судимся. Затоки наши, а деньги за аренду пан Скирман берет, а рыбу старшина Захар ловит. Ты где бунтуешь, Каль? Ты в церкви бунтуешь? Холодный его. Да за что его холодный? Ой, а с тебе и манифест. Артист блестяще воплотил образ Аксена, который сделал его известным широкой публике. После этого режиссеры стали постоянно предлагать Виктору разноплановые интересные роли. Как же вы здесь устроились? Да, устроились. Ну, поздороваемся, сестричка. Соня, ну здравствуйте. Не слишком ли пылка для брата вы ведете себя, Желяков? Не узнаю у вас опытного конспиратора. Помилуйте, София Ивановна. Все совершенно по-братски. Конспиративнейший поцелуй. Он прекрасно сыграл в таких картинах, как Софья Перовская, Рядом с вами, Крушение империи, Государственная граница и многих других. Благословите, Александр Николаевич. Я знаю, что мать Нины желала этого брака. Я знаю, что кто-то из нас сегодня может не вернуться домой. Пути Господни неисповедимы. Поэтому за себя и за жену мою я говорю вам. Дети мои, будьте счастливы. Вас спрашивают, вы пили перед ездкой до пива? Не пил я. Так, не пил. Неправда, неправда. Вы были нетрезвы и нетрезвым сели за руль. А пиво пили, чтобы сбить нас с толку. Сказка про белого бычка будет между нас. Я знаю свое. А вы будете свое доказывать. Да не я, а факты. Одной из лучших работ Тарасова в кино по праву считается роль в картине «Водитель автобуса». Тоня, куда же я денусь? Мы же столько лет вместе. У меня же никого нет, ты это прекрасно знаешь. Тебе что, нужна расписка или штамп в паспорте? Мне нужна уверенность и определенность. И потом я еще надеялась успеть родить ребенка. Артист сыграл настолько правдоподобное, что его персонаж казался зрителем настоящим человеком, жизнь которого продолжается в реальности после финальных титров. Интересно, что именно после съемок этой ленты осуществилась давняя мечта Тарасова. Он купил свою первую машину – ярко-красной «Жигули». Семейное счастье актеру удалось построить не с первого раза. Сначала он женился на известной белорусской актрисе Татьяне Алексеевой, но чувства не выдержали испытания временем, и брак распался. Второй женой Тарасова стала Нина Пискарева, тоже актриса. Они вместе работали в театре имени Янки Купалы. Этот брак оказался счастливым и стал для Виктора надежной семейной гаванью, о которой он мечтал. У обаятельного красавца актера во все времена было множество поклонниц. Но после женихбы на Нине он хранил верность семье и любимой супруге. Особенно назойливым девушкам Виктор аккуратно и вежливо объяснял, что им не стоит питать надежд. Нина подарила артисту дочку Екатерину. К сожалению, время брало свое. 9 февраля 2006 года Виктора Тарасова не стало. Народному артисту Советского Союза исполнился 71 год. Все образы удавались Тарасову одинаково хорошо, но особенно яркими в его исполнении были благородные персонажи с широкой душой, готовые сделать все ради помощи другим. Именно таким и был сам Виктор Тарасов. Замечательный актер и человек. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok